Снежана Апарина – жительница 153-го дома на Галактионовской, где рухнула стена. Ее квартира на третьем этаже пострадала больше остальных. Стены не стало именно там. В момент трагедии женщина гуляла с дочерью и маленькой внучкой. Дома оставался сын. Он-то и заметил первые намеки на разрушение и успел предупредить строителей. Полетели камни из стены, обои затрещали, начали рваться. То есть явно предвестник обрушения стены. Он опять выбежал на улицу и уже понял, что все, стена сейчас рухнет. В котловане находились люди, рабочие, три человека. Он им сказал, мужики, бегите. Все обошлось без жертв. И тут же только успели они все выскочить, и стена рухнула. В доме проживает 13 семей. Это больше 60 человек. Всем им городские власти оперативно помогли. Обеспечили транспортом, чтобы люди смогли переехать. Они нам юридическую сторону подсказывают, помогают, с одеждой помогают. То есть вот с какими бытовыми вопросами я обращаюсь, естественно, то, что в их компетенции отзываются и помогают. Людям предложили переехать в жилье маневренного фонда. Причем с каждой семьей вопрос прорабатывается индивидуально, учитываются пожелания людей. Малышей, например, определяют в детские сады, которые находятся вблизи временного места проживания. На настоящий момент мы рассматриваем, так скажем, объекты, которые расположены здесь, на территории. То есть и железнодорожный, и советский район. С каждым будет проведена индивидуальная беседа по поводу того, кому где удобно проживать. Сам же дом решили сохранить. Здание является памятником архитектуры федерального значения. Проект реконструкции ожидают к концу весны следующего года. После этого проведут торги по поиску подрядчика и приступят к строительным работам. А вот траншею специалисты уже начали закапывать. Сегодня мы приступили к обратной засыпке траншеи для того, чтобы предотвратить дальнейшие какие-то разрушения по фундаменту. Сразу скажу, что на сегодняшний день предварительное обследование уже проведено. Данный дом мы будем восстанавливать. В этом году планируем усилить фундамент в той части, где идет разрушение и восстановить канализационную линию. То есть это основное мероприятие, которое позволит в дальнейшем восстанавливать дом. В конце недели жители смогут зайти в свои квартиры и забрать необходимые вещи. Их будут сопровождать сотрудники МЧС. Городские власти организуют транспорт. Также к концу недели, насчитав всем, кто написал заявление о получении материальной помощи, поступят средства. Денежные средства будут перечислены вам на расчетные счета. В зависимости от банков, которые вы предоставили, денежные средства поступят либо в четверг вечером, либо в течение пятницы. То есть в пятницу, к тому моменту, когда вы пойдете собирать свои вещи, денежные средства, все, кто написал заявление, поступят к вам на те расчетные счета, которые вы приложили в пакет документов для оказания материальной помощи. А тем временем Следственный комитет продолжает проверку по факту происшествия. Мария Левина, Константин Головин. События.